Почта в Сновицах находится в этом старом деревенском доме. Местные жители жалуются. Отделение открывают всего два раза в неделю, на несколько часов. А недавно люди узнали, что почту хотят закрыть. Завтра-то они будут работать, должны. А до 23-го числа сказали. Завтра последний день. Было хорошо, когда была старая... Ну, работала вот у нас вторник, пятница, воскресенье. Нормально работала. И график был до шести часов. Все нормально. А сейчас вообще не поймешь. В селе около трех тысяч жителей. Большинство пользуются услугами почты. Не у всех пожилых людей есть компьютеры. Они не могут оплатить квитанции онлайн. Получить посылку вовремя тоже проблема. Письмо заказное приходит. Конечно, нужно идти на почту. Правильно? Вот. Но это... Если закроют, это... Бабушки, конечно, они платят сюда ходят. Вот. А мы-то, конечно, в город. Потому что неудобно. Нереально вот это. Придешь, она закрытая. По словам местных жителей, около трех лет назад отделение почты уже закрывали. Пожилым людям приходилось ездить во Владимир, чтобы получить пенсию. Люди переживают, что ситуация может повториться. Но в пресс-службе почты России пояснили – отделение закрывать не будут. Мы были вынуждены изменить режим работы почтового отделения для нехватки персонала. Отделение сейчас работает временно по сокращенному режиму. Вторник, четверг с девяти до шести. В то же время почтальоны по прежнему доставляют корреспонденцию периодическую. Часть восстановленный срок приносит пенсии и социальные выплаты всем пенсионерам на дом. Сейчас в отделении почты ищут новых сотрудников. Открыты вакансии начальника, оператора и почтальона. В пресс-службе подчеркнули – кадровый голод возник не из-за низкой зарплаты. При выполнении плановых показателей в месяц их сотрудники могут заработать больше 20 тысяч рублей. Илья Лопушенко, Мария Гончарова и Андрей Беляков.